Существует три типа мужчины. Первый мужчина, я его называю, вкладывающий в свою женщину. Второй мужчина, вкладывающий в себя. И третий мужчина, это ожидаемый, я его так называю, ожидает. Если твой мужчина говорит такие фразы типа «любовь», это самое главное в отношениях. И когда я найду лучшую работу, я смогу тебе дать больше. Я смогу тебе помочь, в общем, чуть-чуть-чуть подожди. Ну, ты же видишь, у меня сейчас как бы нет средств, но я хочу тебе дарить там что-то, кормить, поить и всё, вспоминаю. Это значит, у тебя второй тип мужчины, который просто вкладывающий только в себя. То есть, когда у него появятся деньги, когда он сможет зарабатывать, если такое когда-то будет, то тратить он будет, уж поверь, не на тебя, он будет тратить на свои какие-то плюшечки, в общем, на то, что хочется ему, лично давным-давно хотелось он будет тратить на всё, и на выпивку, на одежду, на, может быть, ещё что-то такое, что вот его прям зажигает, какое-то его хобби. В общем, не на тебя. Это второй тип мужчины, который будет тратиться только на себя. Если мужчина вот вообще никогда ничего не предлагает, никакой помощи, вообще ничего, никаких намеков не понимает, то тогда это тоже второй тип мужчины, который вкладывающий только в себя. Как понять, вот что мужчина первый, да, тот самый единственный, да, который бывает, мужчина, вкладывающийся в свою женщину. Такого мужчину видно сразу, то есть это не бывает такое, что ты там ждёшь, что он там за тебя заплатит, там за такси, или там накормит тебя, нет, это не нужно ждать. Такой мужчина, он прям виден сразу, он сразу же приносит тебе еду, сразу же тебя угощает, сразу же тратится, ложит тебе на телефон. В общем, это такой мужчина, который просто вкладывается в свою женщину, то есть он всё-всё-всё для неё делает, старается, и в общем, это нормально, это хорошо, это, наверное, самый лучший тип мужчин, который я вообще в своей жизни встречала, редкость, но бывает такое. Ну и третий, третий тип, я его называю ожидающий, это, знаете, для меня это вот ребёночек, мальчик, маленький ребёночек, который не вырос, и он ожидает от женщины, то есть он ожидает, что она будет на него тратиться, что она будет вкладываться, ему это нужно, и он не понимает, почему она это, например, не делает, и если не делает, начинается психи, как вот, как ребёнок матери, то есть он начинает психовать, что-то вытворять, делать, вести себя каким-то непонятным образом, ну, некоторым женщинам это нравится, есть такие женщины, готовые спонсировать таких мальчиков, поэтому таким тоже имеет место быть в этом мире, ну, в общем, для меня вот это коротко.